добрый день уважаемые слушатели меня зовут морозова ирина я специалист инвестиционного департамента компании альпари давайте для начала проверять связь у всех ли присутствует видео и звук сегодня прям минута в минуту начинаем и тишина в чате не пишет все наверное попозже будут подтягиваться мы посмотрим во сергей спасибо отлично значит все у нас идет все в порядке видео нет очень интересно обновите страницу попробуйте сейчас я включу себя посмотрю есть ли видео потому что вон остальные пишет что видео есть во всяком случае по плюсикам я открыла тоже вижу видео замечательно отлично значит кому не помогает f5 я не знаю что тут уже делать техническая сторона уже скорее не ко мне пока все подключаются пару слов о прошедшей прошедшей неделе она была крайне интересной для инвесторов для управляющих потому что ситуация с грецией конечно сейчас привлекает огромное количество внимания со стороны трейдеров и людей даже далеких абсолютно от финансовых рынках всем же интересно что же будет дальше а трейдерам которые торгуют на форексе не просто интересно они все испытывают на своей шкуре поэтому волатильность конечно была серьезная на прошлой неделе и некоторые пам счета показали такие результаты внутри дневные что иногда казалось что сейчас либо все резко разбогатеет либо мы увидим очередную кочерку до нуля но конечно мы же подробнее с вами сейчас все рассмотрим и увидим кто что показал и кто чем порадовал давайте перейдем на рабочий стол и примемся за любимую статистику неделя была насыщенная валерий f5 остальным помогло запустили видео поэтому возможно вам тоже поможет и так прошлой неделе количество открытых счетов и объем инвестиций как я уже отмечала прошлый раз конечно сейчас по сравнению с весной немного снизился все-таки лето люди уезжают в отпуск поэтому меньше инвестируют и меньше торгуют в принципе вполне ожидаемо каждый год одна и та же картина каждое лето чуть-чуть снижаются объемы лидеры роста за период первое место сто четырнадцать процентов пам счет чье название говорит само за себя martin гейл и лишних слов не надо но тем не менее мы естественно все равно посмотрим что это за счет и что он из себя представляет и видео сегодня еще 57 процентов видим что это тот счет которому конечно прошлой неделе казалось очень и очень кстати счет находился в просадке из которой пытался восстановиться по чуть-чуть но выйти как следует помогли события прошлой недели и такой хороший питательный новостной фон но мы видим что все остальное время результаты были не такие высокие несмотря на очень агрессивную стратегию по мартин гейлу и высокие плечи тем не менее не так красиво взлетал счет чтобы по сто процентов в неделю и видим что пофиксировался сегодня вероятно уже на своих максимумах поэтому вряд ли дальше уже продолжится такой же стремительный рост тут в принципе многое понятно раз он тем более зафиксировал свои позиции на максимум максимум обновлен в несколько раз практически в три раза в принципе я думаю лишних слов не надо вряд ли нам сейчас этот счет будет интересен для инвестиций далее второе третье место отстают уже приличненько меньше сотни процентов но тоже достаточно высокие результаты 78 и 62 процента соответственно лидеры потерь за период у нас сегодня крайне интересный лидер потерь за период пам счет плюсик минус 68 процентов практически 69 сразу заходим на мониторинг и смотрим я думаю тут лишних слов не надо лишь не просто это эта ситуация этот счет подтверждает то о чем я говорила несколько раз такие счета рано или поздно чаще рано но сливают и то что сейчас там есть другие подобные счета вышедшие в лидеры которые тоже так вроде бы красиво идут выход у всех практически из них всегда одинаковый и мы видим обычную картину для подобного счета управляющий причем если мы посмотрим по торговле упрямо стоит вот единственное да было в пятницу пятница у нас закрытие позиции есть подозрение что его просто закрыла вечером в пятницу уже по маржинальным требованиям понедельник снова у нас та же вся история и кп растет доходность падает перспектив для роста пока мало тут уже зависит мало мало от управляющего вырастет он или нет больше от греции сколько средств слил плюсик ну примерно посчитайте сколько у него было на максимуме сколько он потерял в процентах но тут наверное все таки больше половины успели выли вывести я вам так сразу сходу не скажу сто восемьдесят тысяч долларов антон мне кажется вы слишком много насчитали но это надо считать сколько примерно вывели сколько от максимума а это помынс говорит сто восемьдесят тысяч долларов ну ладно посмотрим я не считала не смотрела слил он много в процентах он слил много в деньгах там еще больше успели вывести семьдесят один процент конечно в принципе вполне ожидаемо что и могло случиться я думаю мы больше говорить об этом не будем в топе он был да конечно лучше красиво сначала шел они такие счета хитрые что в принципе под топ подходят маленькие риски невысокие невысокая плавная доходность и кп не превышает там хотя бы показателей в 20 а тут раз и резко убыток ну я об этом уже много раз говорила думаю не будем возвращаться второе и третье место уже конечно не такие высокие показатели по убытком но тем не менее снова у нас miracle трейдинг прошлую и позапрошлую неделю мы видели успех этого счета сегодня мы видим что весь рост он отыгрывает в убыток и пух 19-79 тоже почти минус 30 процентов никого не пожалела прошлой неделе при этом почему я говорила что интересно у нас лидер потерь за период несмотря на то что плюсик в рейтинге потерял больше всех процентов он сохраняет каким-то образом лидерство по приросту и на весь счетов может быть конечно он успел их набрать в понедельник-вторник когда еще ситуация была не столь критична но тем не менее как он умудряется лидировать причем лидировать в два раза тут же непонятно причем обратите внимание макуац это тот же плюсик ну поэтому в принципе исход может быть очень и очень близок ну павлик 77 все в ту же ту же копилку но мы сейчас дойдем отличный рейтинг с мартинами прекрасный рейтинг с мартинами если у вас есть дельное предложение по рейтингу пожалуйста конструктивные пожелания по памщи там я думаю вадим у вас то по-любому точно есть предложение итак лидеры по добавлением в портфеле тут опять таки и откуда-то берется плюсик кто его добавляет уже хотя на этой неделе все было с ним понятно и не зачем его добавлять сомнительно но тем не менее мы видим что причем выборы инвесторов считая использующие мартин все равно присутствуют в списках по популярности тоже павлик и тоже тростов все то же самое лидеры ввода средств в портфеле вот тут у нас новое имя владимира присутствует но возможно за счет того что было пару крупных инвесторов потому что сейчас мы до него дойдем и посмотрим ситуация на счете достаточно скучная последние несколько месяцев а сейчас мы посмотрим с вами все таки по неделям по дням внутри недели и именно как закончилась неделя для счетов которые популярны в внутри портфеле павлик 77 лидер по приросту именно в доходности плюс 9 и 7 процентов это самый высокий прирост среди тех кто был добавлен по популярности в портфеле ну и тоже мы уже смотрели этот счет и обсуждали что схема схожая что управляющий тоже усредняет но усредняет аккуратнее значительно чем тот же плюсик потому что уже 10 месяцев хотя бы существует и и кп пока максимум доходило до 30 ну возможно пережидает просто в сторонке какие-то серьезные новости потому что если мы с вами посмотрим по неделе обратите внимание среда и четверг управляющий не торговал хотя в эти дни у некоторых управляющих были очень результативные то есть и по плюсу и по минусу управляющий предпочел остаться вне рынка в принципе как и тростов причем обратите внимание тут управляющий вообще постарался подальше быть от рынка в самые волатильные дни вторник среду и четверг и только понедельник и пятница управляющему принесли небольшой плюс но опять таки мы уже смотрели от ростов ну очень похож на плюсика поэтому исход может быть очень и очень близок gg03-04 работает в привычном темпе небольшими плюсами минусами тем не менее неделю закрывает положительной зоне что не может не радовать инвесторов один из интересных сейчас консервативных счетов владимир паукас мы откроем с вами и посмотрим потому что ситуация достаточно интересная то есть здесь мы видели его в в топ 5 тех кого вводят в портфеле именно по сумме я говорю еще раз возможно просто пришел один какой-то крупный инвестор который смог его так продвинуть но тут ситуация нас дораживает с этим счетом потому что обратите внимание максимум был на счете 10 марта то есть это уже больше трех месяцев три с половиной месяца счет медленно но верно уходит в просадку конечно с учетом что счет всего существует два года из них три с половиной месяца в просадке ну это сколько порядка 15 наверное процентов будет времени конечно можно сослаться на то что счет консервативный и в принципе просадки длительные на консервативном счете возможны но такой момент что мы видим что этот счет обновляет минимумы один за одним потихоньку медленно но тем не менее минимумы обновляются вот только последний там уже в июне он немножко притормозил и ушел во флет и конечно это уже говорит немножко не в пользу управляющего что просадка затягивается затягивается она уже и по глубине и по продолжительности ну да при этом при консервативности декларируемое значение 95 максимальной просадки при дневном убытке 5 то есть тоже достаточно странное соотношение возможно управляющие предполагают что вот таким вот медленным медленным ходом счет может уйти в просадку на минус 95 процентов ну и мы видим что обновление было в прошлом месяце максимального относительного убытка все-таки пока не лучшая ситуация на данном паме итак возвращаемся обратно стабилити счета тоже в плюсовой зоне практически правда не сдвинулись с точек прошлой недели но чуть-чуть в плюс тут уж совсем на стабилити рублевом две два сотых процента отрицательные результаты сегодня у двух счетов это маквудс минус 0,86 при этом обратите внимание управляющий один и тот же как отличаются результаты на памах но все-таки я всегда склоняюсь к тому что если на одном счете управляющие используют усреднения а на другом до каких-то пор нет рано или поздно все-таки может случиться такой момент когда это произойдет плюсик мы уже говорили то есть неделя выдалась нервная внутри недели управляющего результаты по 40 по 60 процентов по 45 тут даже доходили конечно инвесторам пришлось знатно понервничать но я думаю тут уже от управляющего ну совсем ничего не зависит повезет так повезет хотя пока нет никаких особо предпосылок и мы переходим к первой двадцатке рейтинга мы видим с вами что естественно лидер сменился ушел плюсик и его подвинули уже другие счета если вот говорить там рейтинг с мартинами и так далее причем обратите внимание чуть на счетах просадка теряют позицию очень и очень быстро те кто уходят в просадку из двадцатки вылетают очень быстро даже если эта просадка не такая большая как у плюсика да там даже 10 процентов уже может сказаться в нескольких позициях но мы с вами посмотрим на тех кто новенький в этой двадцатке два новых счета пришли в двадцатку рейтинга и вообще в рейтинг потому что не было у него до этого у них до этого позиции в рейтинге и мы с вами посмотрим что это за счета есть у них некоторые схожие моменты дисциплину нам обещает управляющий а на этом память сразу обращаем пам новичок молодой 3 месяца всего поэтому в рейтинге недавно и если мы посмотрим и кп пока выглядит все достаточно скромно у этого памма но присутствует дни с достаточно высокой волатильностью по и кп то есть такие вот свечи с длинными тенями на час поставим и увидим что тут уже присутствует открытие новых позиций наращивание позициям возможно не такое серьезное как могло наблюдаться на усреднении у некоторых управляющих которые активно увлекаются подобные стратегии но тем не менее позицию управляющий иногда наращивает именно на просадках при этом максимальный относительный убыток очень скромный 12 процентов то есть пока управляющий справляется с рынком но 3 месяца даже не серьезно говорить декларацию давайте посмотрим в декларации с необходимым буфером заданное значение то есть управляющий не впритык писал но интересный момент есть управляющего у этого счета в архиве если мы посмотрим его счета в архиве что-то среди них нет долгожителей мало того что большинство закрыты в убытке так еще эти счета все существовали всего лишь по несколько дней то есть этот счет который существует 3 месяца в данном случае практически самый долгоживущий у этого управляющего естественно это говорит не в плюс управляющему а для инвестора может стать сигналом к тому что ну пока не такой уж опытный управ что может быть не стоит ему доверять серьезные суммы что у нас павлик до сих пор открыт давайте ко второму перейдем у него схожая ситуация уже поконсервативней по молниям он выходит по расчетам чуть младше по возрасту зато обратите внимание взлет и кп достаточно серьезно относительно остальных да дней присутствуют внутри дня управляющего причем то есть мы видим раз два три ступеньку внутри часа управляющего как следует потрясло и по доходности видно изменения и по и кп то есть наращивание позиции вероятно в данном случае присутствовала и при этом было не самым крупным да потому что мы видим что и кп до 30 даже не дошло но относительно того что в остальное время и до десятки не доходит конечно это получается если пять с копейками здесь 30 ну в шесть раз и кп превысила стандартное состояние поэтому потенциально конечно мы для себя отмечаем что может быть и больше из плюсов этого счета конечно достаточно хорошая оферта для инвестора 25 процентов не такое большое вознаграждение но опять мы заходим в архив и видим похожую ситуацию вот у нас тут старейший счет три месяца один день все остальные счета а вот есть один год чуть было вас не обмануло что есть управляющего вот один счет который существовал один год и мы видим что судя по всему управляющий не захотел восстанавливать просадку предпочел закрыть сомнительное решение потому что конечно когда управляющий в просадке закрывает иногда инвестор может сделать вывод что управляющий не хочет восстанавливать бесплатно ничего лучше он сейчас новых откроет счетов и будет себе работать платно и видим что здесь уже управляющий по сравнению с предыдущим счетом уже декларацию задает себе более жестко но при том и кп который мы видели до 30 в принципе вот этот вот эту просадку 20 процентов возможно даже будет достаточно сложно сохранить и соблюсти ну посмотрим что будет дальше конечно но счет молодой и от этого естественно мы ему ставим дополнительные баллы агрессивности это что касается основной части статистики пожалуйста вопросы если есть какие-то то увидим как пенсионеры с просадок выходит вопрос конкретизируете что значит вообще хотите открыть его счета или выходит ли он мне кажется он даже не выходит из них на его счетах что там выходить ой хорсы еще живы вопрос полного слива этих счетов мне кажется это так вопрос времени и тут не надо к бабке ходить чтобы гадать и угадывать произойдет или это или нет счета в архиве ситуация нескольких недель назад это подтверждает но пока выходит вряд ли вернется на прежние уровни почему 154 место вот ну то есть вы предполагаете я сейчас посчитаю почему у вам счета 154 место очень интересно сейчас я подождите быстренько логарифмы в уме сразу смотрите ну во первых из сколько у нас 3 года 8 месяцев с марта 12 по апрель 13 то есть год счет болтался ниже ниже минимума и кп подскакивает до 50 то есть достаточно агрессивное первый минус минус год ниже нуля второй минус высокое кп по убыткам максимальный дневной убыток минус 20 это естественно никак не сможет хорошо сказаться на расчете показатели этого счета и его место то есть ну в принципе уже да три показателя которые ну и конечно оферта 45 процентов и выплата вознаграждения раз в месяц еще минус несколько позиций управляющему в рейтинге вот пожалуйста 154 место может быть конечно ему не 154 могло бы достаться в идеале а повыше но тем не менее явно не топ фрею что ж там смотреть в этой фреи уже все уже разгадали загадку фреи как торгует управляющий либерта давно либерта не было тут уже говорили мы в прошлую неделю что управляющего конечно упрямо стоял на своем и продолжает стоять на своем декларацию мы видим нарушение по максимальному дневному убытку а вот по максимальному фактическому вот именно за все время вот уже почти почти рядом конечно этот счет теряет свое доверие в глазах инвесторов за счет своего упрямого отношения по торговле то есть уже давно выяснили все самые дотошные инвесторы что вероятно управляющий торгует исключительно на продажу евро и естественно не всегда это в плюс да сейчас в текущей ситуации это помогает но явный минус управляющего что он не фиксирует свой рост вот этих вот максимумов один за одним то есть обновляет он и не восстанавливается интересен он будет только при восстановлении до позиции в 715 и выше то есть если он закрепится отработает свою просадку хотя бы на половину но конечно с таким упрямым настроем если сейчас по греции что-то более позитивное примут счету будет достаточно сложно восстановиться но многие жалуются на то что управляющий мало общается мне кажется тут нечего жаловаться лучше когда управляющие торгуют чем пишут на форуме так алиберта алиберта даже не не в рейтинге новая вероятно либерта или какая-то другая а а судя по всему какая-то другая уже либерта потому что помнится раньше были счета алибертой достаточно взрослые долго существовали что тут комментировать спрашивается счет существует один месяц 10 дней информации нам для какого-то серьезного анализа крайне мало но в принципе я думаю тут даже по графику доходности многое становится понятным счет вряд ли сейчас будет интересен для инвестирования больше половины времени счет находится в минусовой зоне и кп под 400 при этом ну то есть чем может этот счет сейчас вызвать желание инвестировать очень и очень непонятно разве что только ежечасными ролловерами чтобы возможно было фиксировать часто результаты попробовать поспекулировать но в принципе вот эта просадка в течение половины существования и кп под 400 на этой просадке уже говорят о многом самурая ну действительно раз уж раз уж фрею посмотрели давайте и самурая самурая исчез из списков популярных инвесторы предпочли все-таки забрать деньги перейти в другие в другие счета у самурая все стабильно все в ту же сторону все те же незакрытые позиции по которым не фиксируется результат и увеличение и кп при выходе инвесторов чаще тут уже то есть отсутствие корректировки о которой мы говорили ну тут вопрос так же как с фреей но если у фрея все-таки присутствует управление мы видим что хоть управляющий упорно стоит в одну сторону но открывает закрывает позиции то у самурая все ждем у моря погоды и рассчитываем на дальнейшее падение по евро поэтому в принципе для инвесторов которые верят в пессимистичный сценарий по Греции да интересен сейчас будет этот счет которые настроены оптимистично им вряд ли будет интересно вложить в этот памп но как отмечала ранее вот эта вот просадка на которой мы увидели что управляющий не корректирует позицию то есть просадка наращивает свои объемы при выводе средств конечно для инвесторов стало сигналом о том что не такое большое доверие может вызывать этот счет как могло бы показаться ну это так комментарий я ведь права вы же лучше меня можете прокомментировать этот счет фикс про одно время был очень интересный счет для агрессивного инвестора потому что показывал очень красивые и быстрые результаты но не пошло в этом году у управляющего затянулась просадка вот этот вот декабрь который для многих стал нервным достаточно не дает управляющему сейчас восстановиться и мы видим что тоже потихоньку вот вроде восстанавливается управляющий опять падает и идет потихоньку обновление вот этих низов которые говорят скорее о том что мы пока в нисходящем тренде у этого управляющего по доходности в принципе это тот счет который позволяет спекулировать инвестору агрессивному пытаться ловить вот эти просадки и можно снова попробовать выстрелит он или нет но тем не менее для агрессивного счета полгода находиться в просадке это уже непозволительная роскошь агрессивные счета все-таки интересны тем что они из просадок даже больших должны выходить быстрее хотя мы видим что вообще половина существования счет даже и не рост толком поэтому может быть и управляющим такая долгая просадка заложена в стратегии но пока для серьезных и длительных инвестиций он конечно нам не очень интересен но в портфеле для себя попытках уловить вот этот разворот вполне возможно так десятник 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 коста с лего акула в целом списком в кого же вы антон не инвестируйте тогда в них никого или инвестируйте кого выбираете расскажите нам целым списком по стареньким пошли десятник тоже из агрессивных счетов которые не раз рассматривали причем агрессивность его уже скорее в этом году приобретена чем ранее чудесный день 15 января для управляющего выдался цел плюс и это тот счет который присутствовал у нас и по лидерам роста и по лидерам падения внутри недели потому что счет все таки агрессивен и для инвесторов которые рассчитывают на спекуляцию он возможно подойдет но вряд ли опять таки на долгосрочные перспективы потому что просадки у него бывают очень резкие и очень быстрые при этом мы видим что схожие стратегии которые можно наблюдать на других счетах когда по несколько месяцев позиции не закрываются и движение валюты если он там стоит очень и очень сильно сказывается на инвесторах то есть если вы выбираете счета с подобной стратегии конечно лучше размывать его с другими памами которые используют более активное управление чем вот в данном случае когда там несколько месяцев полгода практически не закрыта позиция потому что мы видим очень резко любое изменение влияет на графики доходности так Костас 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 несмотря на в принципе непраховую историю этого счета он большой популярностью у инвесторов не пользуется если мы смотрим с вами статистику все-таки больше вкладывают другие счета хотя на мой взгляд один из самых интересных счетов в том плане что за пять лет работы просадки у этого счета не такие серьезные сейчас мы посмотрим сорок процентов максимальная просадка присутствовала у этого счета за все время работы практически в пять лет ИКП за это время взлетало только один раз все остальное управляющий держит риски себя в руках и очень аккуратно движется в нужном направлении конечно текущая просадка уже полтора месяца почти два с первого мая уже затянулось но мы видим что по времени у этого управляющего бывали просадки и более длительные поэтому возможно для кого-то эта просадка будет интересно именно как точка для входа и с потенциальным фиксированием именно на росте на выходе из просадки но один из более стабильных таких счетов на мой взгляд из тех что есть в рейтинге лего скучный счет ой он отыгрывает заработанное в январе судя по всему скучно он почему потому что присутствует у него длительные недели простоя и помните 15 января лего был лидером в рейтинге который заработал больше всех процентов именно на движение франка он 330 процентов внутри дня по моему заработал и в принципе как я уже говорила рост все время отыгрывается просадками рано или поздно и сейчас мы видим что тот период управляющего когда это отыгрывание происходит говорить о том что он будет дальше расти или ниже пойдет конечно можно если по технике смотреть да вот он тут упёрся в своеобразную своеобразную линию поддержки да снизу и возможно дальше ему уже пока будет сложно и есть потенциал там куда отработать но тем не менее вообще счет ну вот я кроме как скучный тут вот слово другого подобрать не могу вот вложил и ждешь море погоды выстрелит он или не выстрелит когда через 2 недели или через 3 недели поэтому ну вряд ли вот такой счет может стать двигателем портфеля и занять в нем хорошую долю так акулов 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 все с теми же историями про незакрытые позиции все как мы любим здесь у нас позиции уже не закрываются ой тут бы найти по клоузам где у него последний раз было аж и аж не найти где последний раз были клоузы все те же не закрываемые длительные позиции с абсолютно пассивным управлением естественно кто-то предпочитает такие счета потому что тоже там рассчитывает на длительные тренды но как мы увидели самурая что такие такой такая стратегия может быть губительна в том случае если идет разворот и вывод средств инвесторами уже достаточно быстро теряет и мы видим что текущая просадка в принципе по времени пока укладывается в те нормы которые наблюдались на этом счете раньше то есть полтора месяца он уже находился в просадках но мы сошли ниже локальных минимумов которые были в середине весны и сейчас немножко их уже обновляем и идем ниже поэтому пока эта просадка мало может быть интересно инвесторам уже при восстановлении только сможем говорить когда уже закрепимся выше полутора тысяч процентов и будем расти дальше потому что сейчас пока все затянулось все закончили со списком и так он ли usd вадим не дает нам к сожалению да комментарии а жаль смотрели мы уже счет на прошлой неделе что текущая просадка в принципе для этого счета с его агрессивностью была вполне ожидаемая и в рамках стратегии и видим мы с вами на данный момент разворот из этой просадки и рост и приближение уже к максимуму конечно для агрессивного инвестора возможно этот счет сейчас подойдет и будет интересен именно для потенциальных инвестиций для дальнейшего роста если при его агрессивности будут сохраняться те же результаты тут можно будет агрессивному хорошему инвестору выйти с приличным плюсом из этого счета на сегодня видимо судя по икп уже все пофиксили и можно ждать следующего роста но что-то пока не видим и того роста который был на рубле видимо другой робот не дает уже таких результатов как при рубле нет такого направленного тренда и уже посложнее да европаттерн помню был он но он как-то затянул с просадкой и причем затянул очень и очень серьезно мы видим что за год существования уже с начала марта да у нас максимум был получается начало марта это почти четыре месяца в просадке ну то есть треть счета счет находит треть времени счет находится в просадке просадка плавная медленно текущая в никакой вам к черги но тем не менее не поддается рынок управляющему вероятно характер рынка изменился и управляющий под это не подстроился потому что мы видим что и при росте наблюдались наблюдался другой характер торговли то есть управляющий в основном буквально два дня держал позицию закрывал в профите здесь мы видим уже другой характер торговли и все пока в минус и минус идет у этого управляющего причем максимальный относительный убыток плавно медленно но верно регулярно обновляется конечно до декларируемого значения еще есть куда идти но уже момент неприятный но тут скорее даже говорить стоит не о глубине просадки а ее продолжительности как я уже отметила треть времени счет находится в просадке конечно даже для консервативного счета но который существует всего год это уже не серьезно и не интересно и мы видим что явно изменение стратегии поэтому сомнительно пока этот счет может быть для инвестирования алгоритмик тоже сразу с маленького видно с маленького графика что счет в просадке тоже схожая история с европаттерном четвертый месяц счет идет только в минус минус и минус после такого хорошего взлета в начале года в конце прошлого начале этого корректируется счет вниз и думаю что как минимум половину этого роста мы точно уже управляющего сначала должны отработать вниз но вот затянувшиеся по времени просадки конечно тут уже два года четыре месяца агрессивность чуть повыше но три с половиной месяца просадки да еще которая так хорошо наращивает свою глубину объемы я думаю любому даже самому консервативному инвестору уже должно быть скучно и опять таки та же картина максимальный относительный убыток у нас обновлен буквально сегодня а декларацию тут даже управляющего нет но мы видели почти 50 процентов максимальный относительный убыток конечно при агрессивности в три молнии то есть такой достаточно средний это уже предельно допустимые просадки поэтому он интересен будет уже только если это дно и дальнейший разворот за этим последует к возвращению к позициям в тысячи процентов и выше но сейчас он мало может быть интересен для инвестиций так так ну коста далеко в рейтинге находится наверное до него не доходят инвесторы среднему инвестору лень даже отсортировать хотя бы по самым банальным показателям вроде там просадки и доходности хотя бы за какие-то периоды первая десятка и все и счастлив дальше уже смотреть не надо что выбирать мне кажется больше половины что бы мы без вас Антон делали всех тишина всех нет вопросов только у вас целый список но зато счета которые давно не открывали не видели Gifted Various тоже был в лидерах какое-то время присутствовал в топе но мы видим что все-таки время топов иногда уходит и снова история с просадкой с просадкой длительная из шести месяцев мы получается видим что счет почти два находится в просадке и опять-таки треть времени в просадке спрашивается что дальше ждать инвесторам но при этом от своей торговой стратегии по большей части он не отходит хотя бы по ИКП то есть держится в пределе тех норм которые он задавал раньше но результата не дает пока но тем не менее из тех управляющих которые очень активно общаются с инвесторами насколько я помню и очень хорошо комментирует свою работу чуть ли буквально не каждый день поэтому много слов я тут говорить не буду больше можно узнать и управляющего в его ветке уж очень она у него активно именно со стороны управляющего но опять-таки мы видим затянувшуюся именно по времени просадку поэтому ну сомнительно пока с интересен ли он нам будет тем более при агрессивности пять молний почти два месяца из шести просадка скучновато да давно вы на семинар не заходили ну вот видите все зашли и сразу столько вопросов столько счетов вопросы еще вдруг у кого-то остаются если пожалуйста пишите если нет мы будем закругляться закрывать на сегодня столько вспомнили хороших счетов стареньких возможно кто-то для себя что-то найдет судя по всему вопросов нет следовательно мы завершаем надо заметить не только инвесторов становится меньше в плане того что у нас по объему мы с вами по семинарам видим что приросты уже меньше уже счетов открываются меньше но и на семинары стали меньше ходить наверное пора на каникулы семинарам тоже отдыхать в прошлом году делали в этом году посмотрим но это так спасибо большое Вадим надеюсь что не только выгляжу но и говорю старательно ладно все судя по тому что у нас уже пошли разговоры не о том спасибо вам большое всем за внимание хорошей хорошей вам инвестиционной недели она будет явно очень оживленная потому что с Грецией еще ничего до конца не решили поэтому мы увидим с вами я думаю хороший профит на некоторых счетах а у кого-то к сожалению убыток главное вовремя фиксируйте свою прибыль всего доброго до свидания